привет народ с вами варчик в этом видео расскажу вам свое мнение про новый режим стальная охота то видео которое в группе вконтакте world of tanks выложили для того чтобы ознакомиться с режимом они подобрали бой наиболее такой вот невзрачный где человек просто покатался и доехал до последнего квадрата там и как-то выиграл и что-то как-то все взгрустнули сказали режим что-то скучный в принципе я тоже так подумал но заметил что игра в другие battle royale тоже бывают такие бои когда ты просто никого не встречаешь за бой и в конце идешь просто в последнюю зону безопасно и там выживаешь принципе такое случается если ты просто ни на кого не попал и ездишь максимально аккуратно не вступаешь в бои то же самое и картофель на battle royale если особо никуда не вступать а ездить по краешкам там лутаться собираться качаться всех объезжать грамотно то можно до конца доходить очень таки легко главное понимать тактику кто куда двигается по карте ну а если вам хочется экшена и зарубы вы всегда можете вступить в бой посмотрел я тут некоторых блогеров и хватило мне как обычно одного чтобы начать записывать свой видосик посмотрел игрим оптимиста и наговорил он таких ужасных вещей про режим стальную охоту что просто жесть и танки друг друга долго убивают и надо там все поменять и режим просто ужасный долго танчики друг с другом стрелькаются плюс еще в любой момент может кто-то тебе в жопу начать стрелять посмотрел я это все и подумал что это просто бред грим оптимист конечно классный чувак но видимо по тактике в игре ворду танцы у него что-то слабенько поскольку много хп у нас и броня существует для того чтобы мы ей пользовались а прицел для того чтобы выцеливали увеземые зоны поэтому грамотно этим всем пользуясь можно перестреливаться до долго с врагом потихоньку его перестреливать клацать кнопочку x в зарубе для того чтобы радаром все вокруг просвечивать и обращать внимание едет кто-то сзади или сбоку или еще где-нибудь или не едет и если к нам в корму кто-то едет то пользуясь преимуществом в большом количестве хп и брони нужно поменять позицию так чтобы было удобно воевать даже с двумя врагами а может быть даже легче убежать плюс у нас есть куча скиллоу там на хилки на скорость и так далее этим всем нужно грамотно пользоваться и можно выживать и убивать и даже ни одного врага а то и двух и трех единственно что я заметил если вы играете соло то танки с броней как-то больше вам помогают довести бой до конца она ватных танках тяжелее если вы играете взводом то взводом уже скорость больше нужно чтобы друг другу помогать координироваться исполнять тактику быстро и четко поэтому мне допустим во взводе зашли советские стэшки качать если вы не знали то это control 1 когда вы выбираете совков просто все качайте в control 1 и получается у вас такая вот бодрая стэшка советская ну а для соло игры мне в принципе советский тяжик понравился он в меру бронированный большая альфа хорошее пробитие плюс еще немного ездит через control 2 можно успешно его прокачать во взводе еще прикольно когда есть американец он очень хорошо светит вокруг у него очень мощный радар но набирать их сильно большую кучу такой себе они тупо ватные ну а вот немец он тупо бронированный если качать тяжа то он сильно медленно и никуда не успевает а лтшка четко какая-то ватная получается или стэшка хрен пойми чё там мне вообще не понравилось плюс еще этот режим очень сильно тренирует вас играть в игру world of times правильно если вы играете взводом тренируется координация между твоими совзводными подстраиваться под ситуацию в бою на лету придумывать тактики советоваться своими напарниками и быстро разбирать врагов это очень круто море эмоций получается а когда ты соло тащишь катку это вообще офигенно плюс еще пользуясь кучей хп и брони все время нужно ехать в выгодную для себя позицию не заезжать там где вы будете в перекрестном против нескольких врагов оставаться все время максимум против одного врага разбирать его и потом переходить к следующему также можно еще закрывать с собой союзников чтобы они не умирали это очень хорошая тренировка для того чтобы прокачать себе скилл режим очень требовательность к скилу в нем очень большой порог вхождения и очень сильно можно повысить свой скилл я даже не удивлен что многим танкистам не понравился этот режим ведь он очень сложный в нем нужно стараться потеть а самое главное развиваться и быстро подстраиваться под меняющуюся ситуацию но мы все четко понимаем какой комьюнити в world of tanks людям надо попроще лишь бы как-нибудь и так само как-нибудь сыграется вот мы и разделились на два лагеря одним режим нравится другим не нравится это временный режим кому нравится играйте не нравится не играйте все очень просто я лишь рекомендую вам попробовать поиграть в этот режим для того чтобы прокачать свои скиллы в игре world of tanks если вам это интересно также если у вас есть друзья вы втроем можете поиграть в этот режим советую вам прокачаться как со взводным в плане коммуникации поскольку это очень требовательный режим когда вы играете втроем и как по мне во взводе играть тяжелее чем соло но опять же все зависит от вашего скилла если он слабый то может быть и соло будет сложно лично мне было соло легче но во взводе было очень интересно поскольку я играл не один и количество применяемых тактик в разы вырастало в режиме практически никаких бага улаго глюков нету что очень удивительно режим водный карта интересная многом новых механик чего стоит только чего только стоит функция когда вы переворачиваетесь на бочину ваш танчик через пять секунд как ни в чем не бывало может ехать дальше но вот если вы перевернулись на крышу это беда возможно это протестируют в этом режиме и добавят потом в рандом как обычно картошка делает сначала что-то там где-то в режимах временных потестируют а потом добавляют в рандом давайте расскажу вам почему этот режим сложный почему у него высокий порог вхождения во-первых карта карта выбрана очень сложно для танкистов много всяких улочек коридорчиков карта очень огромная и на этой карте действительно покажет себя хорошо только тот кто умеет играть поскольку здесь нету каких-то позиций на которой вы стоите 8 лет эта карта только что появилась никаких видео по ней особо нет и нужно все находить на лету быстро придумывать какие-то укрытия где поиграть от башни как объехать как подъехать но карта очень хорошая она приятная как ни странно на ней все продумано играть на ней очень интересно карта мне понравилось единственно что по карте там люди нашли одно место где какой-то треугольничек из земли торчит и на нем можно застрять но это недоработка карта делал которые не загладили острый конец этого холмика чтобы танки за него не цеплялись но всего лишь один косячок карта делал на такой большой карте это довольно таки неплохо по меркам world of tanks также еще почему этот режим сложный потому что здесь очень медленно летят снаряды и упреждение нужно брать большое у многих проблема в том что они не могут брать нормальное упреждение рассчитать насколько нужно впереди врага стрелять чтобы попасть поэтому здесь еще и стрельба сложная также стрельба сложная потому что танки действительно бронированные и попадать нужно в лючки либо в ровный борт либо в нлд это самые распространенные уязвимые зоны это они не у всех всегда пробиваются нужно еще смотреть что он показывает маркер прицела поскольку если враг сильно перекачался у вас пушечка слабенькая есть вероятно что вы в лоб его не пробьете а если вы вообще всю катку не качались и в конце встретите раскаченного чувака вы можете даже в жопу его не пробивать кстати про жопу жопу в этом режиме подставлять нельзя вообще поскольку в затылке боеукладка а в жопе баки и гореть вы будете очень часто до враги горят на удивление не так часто как ваша пердачина но это не значит что жопу нужно подставлять у вас есть лицо бронированное его и подставляйте да иногда нужно куда-то перекатиться и рискнуть чтобы занять более выгодную позицию в этом весь азарт этого режима сделать все вовремя и правильно правильно подставить лоб во время танкануть во время переехать увидеть ситуацию на карте и подстроиться под нее так чтобы все играло вам на руку этим режим и очень интересен стримы как я прошел этот режим можете посмотреть на канале запись осталось целых два стрима и все режим готов обязательно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь жмите колокольчик чтобы потом не жаловались что на канале мало подписчиков давайте активнее чтобы все услышали нормальную адекватную информацию про то что происходит в world of tanks с вами был арчик играйте красиво пока have fun когда у меня будет ходить о том что у нас она у нас есть оба в яшем область область о том что у нас есть м я Субтитры сделал DimaTorzok